Всем привет дорогие друзья! Давненько не было выпусков про бойцов-холодцов, сала в которых гораздо больше чем мышц, но даже их сало ничто в сравнении с уровнем ЧСВ, которое присуще подобным недобойчишкам. Среди таких индивидов хватает и тех, чьи габариты размером с автобус, и тех, кто может сожрать килограммы разной хрени, или же выпить смесь разных там вредных напитков. Ну и само собой и Бухари с жировыми отложениями также присутствует, однако есть уникальный персонаж, который вполне может быть занесен в эту категорию. Вы его знаете как Лев Против, настоящее имя Михаил Лазутин. Так вот, он вроде как позиционирует себя как зожник, борец с алкашами в парках, вот только сам выглядит не лучше всех этих алканавтов, но при этом он называет себя Львом, хотя какой-то слишком освеневший Лев у нас, да и вообще в боях толком ничего и показать не может, откуда такая кличка мне непонятно. Уникальный кадр, способный только на то, чтобы устраивать конфликты с другими фриканами, а потом всем говорит, что ты за правое дело. Его бой против Тарасова я обозревал в отдельном видео, можете глянуть тот трэш-обзор. Вот только в том бою Лев толком ничего показать так и не смог, там вообще ничего интересного не было. Кроме конечно же встрясок с салом и бесконечной беготни в исполнении Циклопа. Это вам не бутылки у алкашей забирать, тут еще может прилететь в ответ, да и в отличие от алканавтов, Циклоп является мастером спорта по бегу в клетке и его хрен догонишь вообще. Опыт в этом деле очень большой, алкаша-то догнать можно, он особо далеко не убежит, а с этим ты что сделаешь, когда твой мамон размером с цистерну, а общий внешний вид как у 50-летнего бухающего бати. Зато Лазутин или же Лизутин выложил у себя в инсте видео, в котором он сравнивал себя со Львом. Интересно, он сам понимает какой это дикий кринж, или же нужно ему подробно об этом рассказывать? После боя с Циклопом, Мишаня всем пообещал, что станет лучше, что будет готовиться и что теперь точно сможет стать крутым бойчишкой. Выкладывал видео со спаррингов, на которых двигался как беременный таракан, и было понятно, что его следующий бой будет таким же унылым, как бой против Тарасова. Но нет, он оказался еще хуже, чем предыдущий, и дно было пробито гораздо сильнее и глубже. И такое чувство вообще, что Лазутин никакой подготовки не проводил, просто жрал пельмени с мазиком и допивал пива с бутылок, которые он отжал у алкашей в парке. Потому что подобное позорище выглядит так, как будто бы человек явно не готовился к бою, а скорее к турниру по поеданию чебуреков. Потому что с момента предыдущего боя прошло уже больше, чем полгода, а форма, как была у пивного алкаша, так и осталась. И это при том, что подобный персонаж обещал скинуть вес. Это уже далеко не первое такое обещание. Еще в далеком 2019-м он задвигал эту тему и даже выкладывал какое-то время тренировки свои. Займемся спортом. Бой 4 раунда по 5 минут. Вот только пузанство момента стало еще больше, а Харя стала шире и не влазит в камеру. Угадайте сколько ему лет, может 40 или 45? Нет, не угадали, 26. Это нужно постараться, чтобы быть зожником и выглядеть так в таком возрасте. Хотя подобные зожники, они только на камеру за здоровый образ жизни. По вечерам бухают пивас и хавают чипсоиды. В бою против Ершова Лазутин ничего показать в принципе не смог. Весь первый раунд защищался и ударил от силы два раза. Все остальное время отступал и пытался спасаться от ударов. И мне совершенно непонятно, куда это он там готовился все это время. Объясните мне, я что-то ничего не понимаю. Постоянно какие-то спарринги выкладывал, фоточки постил. Постоянно задвигал, что он воин. Но как только начал биться, все, полный ноль. Это же как надо было готовиться, чтобы так выступить? Вопрос остается открытым. И что самое интересное, организатор назвал его настоящим воином. Вот только непонятно, в каком таком месте он воин. Воин отбираний толпой бутылки у алкаша? Или же воин, который даже удары наносить не способен? Тебе слово. Ты настоящий воин. Настоящий лев. Красавчик. Да еще и это махание кулаками после боя. Якобы соперник его оскорбил. Тебе слово. Возьмешь микрофон? Лев. Ты чего там разговариваешь? Капер разговариваешь. Миш, Миш. Миш, бой закончил. Ты выиграл, зачем ты оскорбляешь? Зачем ты оскорбляешь? Я замолчал. У тебя эмоции, как пилет не резал, бля? Здесь твои эмоции, я готов драться. Хотя можно было не устраивать весь этот цирк. И в микрофон спокойно сказать, что он думает про своего оппонента. Без всех этих. А что ты сказал? А зачем? Стал бы, взял спокойно микрофон и все высказал. И в лице бы своих фанатов не так сильно бы упал на дно. Но все же решил опозориться еще раз. Еще что интересно, когда Лазутин выложил кадры боя в инсту, его хомячки тут же накинулись писать хвалебные комменты. Вот только среди многих таких комментов есть те, которые как будто бы под копирку написаны по типу «Лев, красава, ты настоящий лев, ты воин». И тут либо у подписчиков совсем нет мозгов, или же они имеют проблемы со зрением. Либо просто нагнал ботов, чтобы потешить свое самолюбие. Потому что ни на какого льва или воина он в принципе не тянет. Да и вообще, кто ему дал кличку «Лев», за какие такие заслуги? А если же обратить внимание на то видео, которое было выложено в инсте, то мы видим, что ролик был максимально намонтирован. И были вставлены те редкие кадры ударов по своему сопернику, которые Лазутин вообще смог нанести за раунд. А вот только помимо этих двух с половиной ударов было еще топтание по рингу и бесконечные прятки от своего соперника. Это же он конечно же не выложил. Ждем в ближайшее время бой Лазутина против похмельяненко. Емеля будет охранять бутылку сивухи, а свинохряк попытается ее отобрать. И учитывая в какой форме сейчас находится хмельной, то сложно сказать, кто именно из них победит. У Зану Лазутина добротный, глядись, затолкает бухаря. Тот сейчас в таком состоянии, что кажется ветер подует и Емеля откинется. Кстати, даже после бухачей у Емели круче физическая форма, чем у Мишани. На зоже и битвах с алкашами. Тут еще нужно подумать, кто из них реальная развалина. Как видите, все больше тех, кто за счет боев пытается продвигаться в медиапространстве. И пытается строить из себя крутого бойчишку. Лазутин, к слову, начал это делать еще в далеком 2019, когда конфликтовал с сестрами Тарасовыми. Но тогда бой не был организован, потому что по словам Мишани, его близкие были против и вера не позволяла. Скажи, пожалуйста, почему ты решил в итоге вызывать на бой, хотя два раза до этого ты отказывался и передумал? Ну, я же тебе писал, потому что близкие мои против. А почему сейчас ты пришел? Потому что я хочу. А близкие что говорят? Против этого всего. Будет подготовка, сделаем с тобой одинаковый вес, проверим, кто из нас трус. И вот спустя время уже вера стала позволять, и уже близкие не против. Наверное, потому что добротно заплатили, и в целом данный персонаж перестал быть таким интересным, как в былые времена. И уже отбирание бутылок у алкашей не кажется прям какой-то благородной работой. И люди понимают, что это банальный хайп и создание контента. И вот нужен новый хайп, и конечно же, бои для этого подходят наилучшим образом. А на этом пока все. Не забывайте ставить ролику лайки и писать в комментариях, про кого бы вы хотели видеть подобные видосы. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok